всем привет новый выпуск сегодня у нас будет продолжение ремонта сцепления с утра заехал в магазин купил запчасти взял тормозную жидкость две баночки до 4 перчатки бачок шланг хомуты ну и самое главное это у нас цилиндр сцепления типа оригинал типа лада цена 800 рублей где-то так 800 рублей вышло вот эта запчасть хотел купить манжета но состояние манжет посмотрел какие-то они качество не очень думаю сейчас поставлю манжеты опять он через месяц потечет так что не стал брать манжеты гарантию мне дали вот на эту запчасть три месяца посмотрим здесь вот типа какая-то печать вот она сама запчасть написано 2101 новая запчасть смотрится красиво но не знаю насколько ее хватит так что сейчас будем ставить а так вот это снова снять будет смотрю здесь как-то сделано не очень так аккуратно заусенцы какие-то на резьбе меньше болтовни больше дела сейчас все поставим отрезал шланг все сразу это дело поставим что там внизу не ковыряться так все установил вот он стоит цилиндр две гайки всего сейчас вот этот штутер надо будет одеть поставить бачок шланг одеть хомут налить тормозу хи ну и качать там где-то должен быть выпускной клапан ну на рабочем цилиндре откручиваешь качаешь что друзья все заменил вот цилиндр стоит новый вот шланги новые цилиндр все прикрутил новый бачок поставил а то старый бачок был темный и не видно там сколько жидкости теперь все видно также залил тормозу ху все прокачал правда какой-то скрип появился сейчас послушайте как звучит ну это где-то там под капотом педаль стала жесткая все как надо воздух вышел скрип идет от то ли там пути пружина вот рабочий цилиндр же есть под машину залазить неохота сейчас попробую это смазку валера туда попшикать может пройдет скрип до этого вообще скрипа не было почему так появилась чуть стало потише надо еще подождать по итогу все друзья все поменял все прокачал кстати скрип пропал после валеры так что сейчас инструмент собираем и пробуем выезжать вот нажимаю вроде скрипит но не так сильно это надо будет яма по снизу посмотреть может сама там резиновая гофра на рычаге это скрипит из-за этого такой звук такой скрипящий так что друзья сейчас пробуем запустить двигатель и двинуть вперед назад должно все работать отлично так 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 то Продолжение следует... 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 также пришло время полирнуть кузов вот такая весь у меня полироль с воском ну принцип простой нанести на нанести на губку состав растереть дать время дать ему подсохнуть немного и потом уже тряпочкой специальные все это натирать до блеска нанес прероль надо будет так все растереть так нанес полироль сейчас надо будет подождать что передела немного подсохла и будем растирать руками буду делать частями капот крылья двери так потихонечку не спеша берем тряпочку специально и все это дело растираем до блеска так сказать сразу заметного здесь вот я не проходил здесь вот такая мутная поверхность а здесь уже видите близко так потихонечку растираем не спеша где пропустили можно еще раз платить перед тем как полировать главную машину хорошо помыть чтоб не было песка на кузове иначе можно нацарапать кстати вот у меня есть скол где сколы можно купить белую краску автоемаль и подмазать это место чтоб дальше не ржавела по идее тут также и написано можно наноситься вручную или при помощи специально полирование машинки так ну что друзья на сегодня все вот такой был небольшой ремонт сделали сцепление полирнули кузов теперь шок и выглядит бодрее даже можно сказать выглядит как новое все средства мне понравились отлично справляется так что ставим лайк подписываемся пишем комментарии что еще можно сделать на консервации и до следующего ролика всем пока а Субтитры подогнал «Симон»!